МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина дня в репортажах журналистов НТК-видео на канале ТНТ в этом выпуске. Поменялись местами. Работники культуры в эти дни принимают поздравления с профессиональным праздником. В Магадане поют, танцуют и развлекают горожан около полутысячи работников сферы. Колыма приглушит свет. 24 марта пройдет акция «Час земли». В защиту природы экологи предлагают отказаться от электричества на 60 минут. Ими играли наши бабушки и дедушки. Выставка старинных игрушек впервые открылась в Магадане. Коллекция раритетой конца 19 века. Спелись ради искусства. В Магадане прошел региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. Выступили пять коллективов. ПОЕТ Об этом и многом другом. За 15 минут. 18 марта показалось, что все вы сработали хорошо. У избиркома свои итоги, в мэрии Магадана свои. За подготовку города к выборам президента сегодня наградили представителей сфер ЖКХ, образования, культуры и других. ГЛУД и комбинат зеленого хозяйства обеспечивали доступность избирательных участков. Творческие работники создавали там настроение. Отдельно Юрий Гришан отметил персонал магаданских школ. Во многих в воскресенье проходили выборы и допоздна работали счетные комиссии. Но учреждения подготовили к началу учебного дня. 18 марта проголосовали более 47 тысяч магаданцев из зарегистрированных 69,5 тысяч. Работали 38 постоянных и один временный избирательный участок. На каждом торговлю развернули предприятие общепита. Но и бесплатных угощений было немало. Продукцию представили 25 местных производителей. Помощь на раздачу оказывали 56 волонтеров. Такой значок есть у 300 колымчан. Сегодня почетные работники культуры Магаданской области приняли в свои ряды руководителя учебно-методического центра по дополнительному образованию Елену Гужову. Награду получает за 25 лет работы в сфере культуры. Работники культуры 25 марта отмечают профессиональный праздник. Накануне принимали поздравления от руководителей региона и коллег. Сегодня среди них те, кто преодолел сотни километров. Например, жители Тинькинского округа. Отправляемся мы маленьким коллективом. Очень просто. Мы приглашаем жителей нашего районного центра для участия в различных мероприятиях. И они тоже очень активны и с удовольствием выступают на всех концертах. В сфере культуры работают более 1100 колымчан. Около 500 в Магадане. В прошлом году федеральный центр признал регион одним из лидеров по темпам развития культуры. Есть объективные вещи, есть объективные награды. Например, то, что Магаданская область вошла в топ-10 самых развивающихся регионов по развитию культуры. Основная задача работников культуры Колымы на этот год – отметить юбилей Магаданской области. Творческие коллективы готовят праздничную программу из 2000 номеров. Акцию «Час Земли» Магадан проведет вместе со всем миром. Экологи призывают на 60 минут выключить свет и бытовые электроприборы в знак неравнодушия к будущему планеты. Участником может стать любой желающий. Впервые в России акцию провели в 2007 году. Инициатором на Колыме стал Магаданский заповедник. В субботу, 24 марта, в областном центре погаснет архитектурно-художественная подсветка ряда городских объектов. Правительство и мэрии – магазина Центральной сквера морской и телевышки. Часть Земли начнется в 20 часов 30 минут. По данным статистики силовых ведомств, на Колыме образовался антинаркотический просвет. Количество наркозависимых снизилось на 21%. Только в Тенькинском городском округе год назад провели более 50 оперативных рейдов. Отмечено, что смертность в регионе от передозировки снизилась в 5 раз. Вся авиаперевозка, автомобильный транспорт и морской путь – они под контролем оперативных сотрудников. Поэтому серьезного распространения наркотических средств у нас на территории не допускается. В прошлом году в Магаданском наркологическом диспансере открыли отделение реабилитации, где 8 мест круглосуточного наблюдения и 12 дневного стационара. Пациенты имеют право на свободное посещение. 80% из них соблюдают режим и проходят полный курс. Помимо медикаментозной и психологической помощи, врачи применяют трудотерапию. Женщины шьют, мужчины чистят дворы от снега, а летом сажают цветы. В прошлом году употребление наркотиков среди женщин уменьшилось на 40%. Социальная болезнь не отступает. Более полусотни колымчан заразились в прошлом году. Пресс-конференцию в мэрии Магадана посвятили всемирному дню борьбы с туберкулезом. Дистанция в полвека. Магаданскому отделению плавания исполнилось 50 лет. В числе воспитанников и дети с ограниченными возможностями здоровья. Мобильный репортер поймал медведя в неловком положении. Косолапый застрял на крыше собственного дома. 24 марта – всемирный день борьбы с туберкулезом. В прошлом году заразились 64 колымчанина, включая 10 детей. Кашель, слабость, недомогание. На эти симптомы не каждый обратит внимание. Но именно так проявляется заболевание. Наибольший рост отмечен в Сусуманском, Северо-Венском и Ольском округах. Понимаете, я с этой болячкой даже домой боюсь ходить. Чтобы, не дай бог, кто-то из близких, родственников заразился и то же самое почувствовал, что и я. Из 34 человек, состоящих на учете в Магаданском областном противотуберкулезном диспансере, у половины заболевание имеет острозаразную форму. Но даже полное отсутствие симптомов не дает стопроцентную гарантию. Слово «инфицироваться» – «заразиться» – это не заболеть. Если у нас одна треть населения инфицирована в мире, но оно же не болеет, просто оно совпадает. Ну, подобные такие же вещи могут быть и с ВИЧ-инфекцией. Пресс-конференцию в мэрии Магадана сегодня посвятили социальной болезни. В числе проблем специалисты отмечают отказы родителей от иммунной диагностики детей. В прошлом году их количество достигло 600. Также негативно влияет на статистику пренебрежения флюорографическим обследованием. Его не делала более года одна пятая часть впервые выявленных больных. Новое назначение в Магаданской городской думе. На должность заместителя председателя комиссии по вопросам этики и регламента назначена Марина Мажан. Ее кандидатуру депутатский корпус одобрил единогласно. Марина Мажан 14 лет работает помощником колымского парламентария Александра Грузденко. Три года назад избрана депутатом Магаданской городской думы шестого созыва от местного отделения партии «Единая Россия». Входит в состав комиссии по вопросам социальной политики, градостроительства, ЖКХ и экологии. Я осознаю ответственность, так как нередко перед комиссией ставятся вопросы соблюдения норм и правил поведения муниципальных служащих. В том числе и соблюдение антикоррупционного законодательства, что сейчас очень актуально. Ну и, конечно, другие очень важные вопросы местного значения. Экс-заместитель председателя комиссии по этике и регламенту городской думы Владимир Шибанов сложил полномочия по личной инициативе. Уникальная выставка игрушек середины прошлого века. Коллекция из 400 изделий советской и европейской промышленности собрана за 7 лет. На экспозиции большая часть, примерно 320 штук. Подготовили выставку «Игрушка моего детства» в экологическом центре. Целлулоидные, пластиковые, виниловые, жестяные и плюшевые. У всех есть имена, история и в большинстве случаев очень высокая стоимость. Многие были куплены на аукционе. Я сама кукольник, люблю кукол, и как бы сама их делаю, и интересуюсь, какие же куклы были, скажем, в Европе, в России, в СССР, я их помню. И возникла как бы мысль свою куклу найти из детства. Выставка будет открыта до 28 марта. Вход свободный. Предварительно необходимо записаться по телефону 65 35 36. В Магаданской школе плавания исполнилось 50 лет. Первую команду пловцов набрали через 9 месяцев после постройки бассейна в 1967 году. Сегодня в школе плавания работает 7 тренеров. Занимаются более 40 спортсменов. Тренер высшей категории Светлана Калугина преданно Магаданскому бассейну почти треть века. Мало где сохранилось таких бассейнов. Уже понастроили такие современные спортивные комплексы. Но надо отдать должное руководителям Колымского, что они содержат наш плавательный бассейн, ремонтируют его. И он очень чистый. Только за последние 4 года Светлана Геннадьевна подготовила около сотни спортсменов-разрядников. Один из ее успешных воспитанников – Данил Сидоренко. Плаванием он занимается восьмой год. Стал призером городских и областных соревнований. Представлял команду Магадана в центральных районах страны. Достиг звания кандидат в мастера спорта по плаванию. Наши тренера, Сергей Александрович и Светлана Геннадьевна, очень хорошие. Дают нам максимальную форму для тренировок, чтобы мы достигали в спорте каких-то достижений своих. Очень профессиональный уровень у них. И мы их очень любим. Пять лет назад в школе плавания появилась дополнительная группа пловцов. Это дети с ограниченными возможностями. Нарушением интеллекта опорно-двигательного аппарата, слуха. Сегодня в команде занимается 31 человек с 6 до 18 лет. Они учатся плавать брасом, кролем, баттерфляй. Сейчас 11 магаданских пловцов готовятся к всероссийским соревнованиям, которые пройдут этой весной во Владивостоке, Москве и Саранске. Сама девушка с ударом, разодета русская бабушка. Спелись ради искусства. Сегодня в Магадане прошел региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. Выступили пять коллективов. Четыре детских, воспитанники магаданских и Ольской музыкальной школы. Из Олы приехала и более возрастная команда – хор «Лель». Участники исполнили несколько произведений, в том числе акапелла. То есть это классика классики, представляете? То есть, конечно, там и история, там и особенности природного голосообразования. Конечно, без вот этого знания, без вот этой науки, которой мы владеем, конечно, очень сложно. С шести лет поет в хоре «Прялица» Мария Дикачук. Сейчас девушке шестнадцать. Перед каждым выступлением настраивать на победу коллег по песенному цеху. Призовые места, говорит девушка, занимали очень часто. Но волнение все равно остается. Когда особенно рядом стоишь с человеком, который поет другую партию, очень сложно держать свое. Итогом регионального этапа хорового фестиваля должна была стать поездка во Владивосток. Но для выступления в масштабах страны ни один колымский коллектив жюри не отобрало. Следующая попытка – через год. Мобильный репортер поймал медведя в неловкой ситуации. Возможно, она произошла из-за того, что кто-то, как в известном мультфильме, слишком много ест. Косолапый залез на крышу своего домика и застрял. В течение нескольких минут он пытается спуститься под одобрительные высказывания смотрителя. Вот молодец! Молодец, Потапыч! Ой, молодец! Давай-давай, слезай, толстый! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова